Абай Кунамбаев заговорил на грузинском. К 175-летию казахского просветителя в Грузии выпустили сборник его стихов. К сожалению, пандемия помешала торжественной презентации книги в литературных кругах обеих стран. Тираж пока небольшой, всего 500 экземпляров, но стиль, философию и многогранность мысли великого Абая уже по достоинству оценили любители поэзии. Сборник уже можно найти в библиотеках образовательных учреждений Грузии. Юлия Тужилкина посетила одну из них. Вот так звучит Абай Кунамбаев на грузинском языке. Впервые казахского поэта перевели для грузинского читателя. Председатель Союза писателей Грузии Маквалагу Нашвили переводила Абая с русского источника. Работа была нелёгкой и кропотливой. По словам редактора книги, при всей сложности задачи удалось сохранить и передать казахскую культуру, философию и самобытность. Мы раньше не знали Абая, когда глубоко прониклись его творчеством, то стали проводить параллели с нашим просветителем Ильёй Чавчавадзе. Абай для казахского народа оставил такое же наследие, как и Чавчавадзе для грузин. Поэзия важна для Грузии. Поэтому мы хотим, чтобы грузинский читатель познакомился с этим великим казахским поэтом. Мы отличаемся традициями, взглядами, но так хорошо звучат стихи Абая на грузинском, что очень много восторженных откликов читателей. Книга пока вышла небольшим тиражом. 500 экземпляров. Издание двуязычное на казахском и грузинском. Инициатором выпуска книги выступило посольство Казахстана в Грузии. В целях увековечивания имени поэта и ознакомления общественности с наследием великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева в дружественной Грузии прошел ряд мероприятий. Юбилейный год Абай впервые заговорил на грузинском языке. Книга издана в Тбилиси пока тиражом в 500 экземпляров. В настоящее время посольство их преподносит в дар библиотекам и высшим учебным заведениям Грузии. В этом году из-за пандемии в столице не прошла полномасштабная презентация сборника. Но в посольстве отмечают, что постараются сделать ее в будущем году. Все с надеждой ждут окончания пандемии и снятия запретов на массовые мероприятия. Однако сборник стихов казахского поэта и просветителя уже стал мостом для межкультурных связей двух стран. Юлия Тужелкина, Шалва, Сур-Милашвили, Грузия, Тбилиси.